Здравствуйте, дорогие любители иностранных языков и иностранных книг. Сегодня я обращаюсь прежде всего к преподавателям и поговорим мы об очень простой вещи, которая сейчас стала очень непростой. О чем это я? О выборе учебников, как всегда. И в наши дни добавился к этому еще один очень-очень простой вопрос, а именно, какой учебник брать? Бумажный или электронный? Вопрос не праздный, потому что раньше, раньше это когда? Ну лет пять, шесть, семь назад. Для нас, собственно, и вопроса такого не возникало. Мы все привыкли к бумажным учебникам и, что греха таить, не очень любим книги для учителя, ведь мы лучше всех знаем, как вести наш урок, правда? Поэтому мы брали обычно какой-то учебник, открывали его, читали, думали над ним, что-то нам нравилось, что-то нам не нравилось. Мы туда что-то вписывали, что-то вклеивали, добывали разными путями ксерокопии разных текстов разной эффективности, вклеивали туда или просто вкалывали, иногда что-то перед уроком копировали. В общем, выглядело это так, немножко суматошно, но давайте признаем, работали мы все это время неплохо и нам есть чем гордиться. Поэтому не стоит ругать ни себя, ни коллег за то, что жили мы все прошлые годы именно так. Но вот сейчас появился такой хитрый зверь под названием электронный учебник. Я хочу вам рассказать, в какой ситуации, возможно, вам захочется начать по нему работать. И сразу хочу сказать тем коллегам, которые еще этого не пробовали. Дорогие коллеги, это совсем не страшно, наоборот, это очень здорово. И перед вами скептик из скептиков, который говорил, что никогда не будет работать онлайн, никогда не будет использовать все эти электронные ресурсы, потому что и так много чего умеет. Прошел год, и вот вуаля, я стала очень активным сторонником электронных учебников, электронных рабочих тетрадей, и сейчас объясню почему. Итак, первое преимущество электронных учебников, электронных тетрадей и всех электронных ресурсов, которые вы можете найти в качественных книгах для учителя и комплексах для учителя, конечно, заключается в том, что все мультимедийные функции сразу же встроены в один объем. Я не буду ориентироваться на какие-то конкретные издательства, потому что сейчас большинство уважающих себя издательств учебной литературы такие ресурсы создают. И, конечно, посчитайте, просто возьмите и посчитайте секундомером. Сколько времени у вас уходит на уроки на то, чтобы взять книгу, открыть книгу, вспомнить, где же у меня лежал, так, где-то тут у меня, а, вот, нет, ой, а, да, вот, у меня лежал видеодиск, я беру диск, я открываю упаковку, я достаю оттуда диск, еще иногда не сразу достается, если я не сразу его приготовила. Я нажимаю на диск, его вставляю, вынимаю, ну, в общем, постойте секундомером, посчитайте. И, как в старинной песне, многие любят, помнят, поется, мгновения спрессованы в столетия. И сколько мгновений спрессованы, в какие потери рабочего времени на уроке иностранного языка, это, в общем-то, еще большой вопрос. И не в нашу пользу, к сожалению. Поэтому очень удобно, когда ты видишь свой привычный урок, на котором все вот это будет интерактивным. И если у меня есть аудирование, я одним кликом мыши его открываю сразу. Если я чувствую, что моим ученикам сложно, в большинстве современных ресурсов сейчас есть возможность проигрывать аудиозапись в нескольких темпах. Например, в Oxford University Press есть три варианта. Slow, normal и fast. Я могу подстроиться к моим ученикам на уроке. И, да, я из тех преподавателей, которые не стесняются говорить о том, что мой план урока может быть несовершенным. И вовсе не потому, что я такая ленивая или непрофессиональная, а просто потому, что жизнь из жизни она преподносит сюрпризы. Иногда тебе кажется, что твой класс состояния справится со сложным аудированием, но вот на уроке ты видишь, что это не так. И в старые добрые времена мы просто перематывали аудиозапись туда-сюда, туда-обратно. Stop repeat, stop repeat. Мы об этом тоже говорили в наших видеороликах. Ищите наши видео на эту тему. Про аудиолингвальный подход в современных учебниках. Да, это все работает, но насколько удобнее, если вы можете в электронном учебнике или электронной рабочей тетради или работая с ЛМС-ресурсами из книги для учителя, сразу же подстроиться к темпу вашего класса. И наоборот, вы думали, что им сложно, а они расщелкали все как орешек. Это самый страшный ужас начинающего преподавателя. Ты написал план урока чистый, красивый, твой супервайзер это все проверил, ты пришел на урок, не дай бог, еще открытый урок на педпрактике. Вы такие ситуации помните. И вот ты ведешь урок, и ты понимаешь, что за 15 минут урока ты выполнил весь свой план урока, а впереди у тебя еще на минуточку 30 минут. И что делать? Выбрывать в окно. Опытных преподавателей, как правило, урока не хватает. Столько у нас идей, которыми мы фонтанируем, а у неопытных наоборот. Так вот, электронные ресурсы позволяют разрешать эту проблему легко и изящно, потому что у тебя под рукой всегда сразу много чего. Итак, это первый момент. Второй момент заключается в том, что не смейтесь, пожалуйста, не надо таскать тяжелую сумку. Поверьте, когда вы очень активно работающий преподаватель с большим количеством уроков, да еще и в разных местах, да еще и с разными категориями обучаемых, наши учительские сумки, поверьте, это не смешно. Некоторые даже переходили на троллейбэкс на колесиках и иногда под смех наших учеников. А что делать? Тяжело, все не входит. Так вот, теперь у нас есть возможность работать с монитора, со смартфона, с планшета, с моего компьютера, с компьютера, принимающей компании. Приходишь в группу корпоративного обучения и вот вуаля, нажимаешь на тамошний. Гаджет и вот ты уже в теме. Конечно, здесь есть подводные камни, куда без них. Если интернет коннекшн нас подводит, если что-то пошло не так, то оно пошло не так. Но, в общем-то, наши физические уроки, physical lessons, вы знаете, этот термин сейчас стал популярным, online lessons, physical lessons. Наши physical lessons тоже могут сорвать. Кто-то может ворваться в урок, кто-то может перепутать класс, может прийти злой завуч и так далее, и так далее, и так далее. Или потолок может упасть, или влететь в ворона, когда доживем до понедельника. Поэтому technical breakdowns – это technical breakdowns, куда же без них. Какие еще большие преимущества есть в том, что у нас появилась сейчас возможность выбирать электронный учебник и электронную тетрадь? Конечно, пресловутый онлайн и локдаун, и карантин. Но не будем о грустном и перейдем сразу к четвертому пункту. А четвертый пункт заключается в том, что в таких материалах, и я уже об этом немного говорила в пункте первом, заключена огромная вариативность. Вы можете пользоваться этими ресурсами гораздо более свободно и комбинировать их гораздо более творчески, чем мы это делаем, работая только по бумаге. Значит ли это, что мы должны выбросить все бумажные учебники? Отнюдь. Если мы работаем в классе, если мы пишем рукой. Я, правда, признаюсь честно, не очень большой любитель писать в учебниках и в тетрадях. И за те долгие годы, что я работала по таким пособиям, признаюсь, я это так и не полюбила. Лучше видеть текст, в котором написано «впишите, напишите, соедините, мэч». А ученики взяли, да и написали это в тетрадях. Да, они сопротивляются, да, они ругаются, да, они кричат, а вот я сейчас. Но если мы не будем работать рукой, то мы утратим навык, который формировался много сотен, а то и тысяч лет. Только потому, что в гаджетах удобнее. А если гаджеты куда-нибудь денутся, что мы будем делать? Вернемся в каменный век. Поэтому, конечно, писать рукой нужно. И подтверждением этому являются множество курсов по каллиграфии. И тот фурор, который произвел по краслам паса, если о нем не знаете, посмотрите, почитайте. Каллиграфия жива, и письмо рукой жива, и, мне кажется, цифровые компоненты не отменяют умение писать ручкой, писать красиво, с правильными нажимами, выписывать элементы, палочки, крючки и так далее. Кстати, это и физически приятно. Попробуйте. Итак, бумажная книга или цифровая? В общем-то, это с точки зрения работы, с точки зрения методики примерно одно и то же. Но на бумаге мы работаем в режиме физическом, наклеивание бумажек, зачеркивание, перечеркивание. Хотя такая функция есть и в электронных учебниках, вы там тоже можете выделять, оставлять заметки и пользоваться огромными, но достаточно при этом лаконичными toolbars, панелями инструментов, которые позволяют вам все это делать. А когда мы это выбираем? Ну, собственно, в зависимости от того, что нам предстоит, с кем мы работаем. И еще один очень важный момент. Напоминаю еще раз, еще и еще и еще, что цифровые учебники и цифровые тетради, как минимум в издательствах, кстати, University Press являются бессрочными. Когда вы решаете вопрос о том, бумага или цифра, обязательно с тем издательством, с которым вы работаете, уточните этот момент, зайдите на родной сайт, прочитайте аннотацию от авторов и посмотрите, какой тип лицензии предлагается на электронные компоненты. В частности, хочу напомнить о том, что, например, к Оксфордским курсам существует так называемый онлайн-прэптис, это блок дополнительных ресурсов к учебнику. А во многих Оксфордских курсах, таких как, например, Headway и многие другие, онлайн-прэптис дублирует содержание учебника, но не является самим учебником. Он просто в другом порядке дает тот материал, которым вы работали на уроке. И это очень удобно и здорово. Помните, сколько раз мы ломали голову, как бы нам вот тот же материал по-другому переформулировать, чтобы люди опять то же самое поделали, но им было бы не скучно. Так вот, Оксфордский онлайн-прэптис как раз для вас и за вас это уже все сделал. Но помните, электронная книга бессрочная, электронная рабочая тетрадь бессрочная, а онлайн-прэптис нет. Онлайн-прэптис ограничен сроком действия, каким смотрите на license terms или спрашивайте у нас, мы вам с удовольствием об этом расскажем. Все ресурсы электронные, которые даются в книгах для учителя от Оксфорда, бессрочные. Мы не будем говорить вечное, к сожалению, ничего вечного в этом мире нет, но долговременное, ни на год, ни на два. Поэтому, когда вы выбираете, что вам удобнее, подумайте, если я работаю дистанционно, конечно, электронный учебник, электронная рабочая тетрадь и те ресурсы, которые дает мне книга для учителя электронная. Если я прихожу в класс, в принципе, бумаги мне достаточно, но электронные ресурсы позволят мне сделать урок более кликабельным. И это да, да, признаем, уже не мода, уже не хайп, не тренд и не бренд. Это просто обыкновенное удобство и экономия времени. Поэтому пользуйтесь, дорогие коллеги, задавайте нам вопросы, а мы с удовольствием вам расскажем о том, где кликать, куда нажимать и где в этом тракторе лошадь размещается, как в старом анекдоте. А мы по-прежнему желаем вам изучать и преподавать языки эффективно и с удовольствием.